Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Сегодня я предлагаю беседу на рассмотрение о невостребованности в ближайшем будущем многих профессий. По сути, уже сегодня это можно видеть как отжившие профессии. Когда-то много лет назад в одном из текстов о будущем было сказано о том, что мир настолько изменится, что наша реализация или наш профессионализм наработанный будет никому не нужен. Уже тогда я задумалась, что же я буду делать в этом новом и незнакомом мне мире, где другие законы общества и другие взаимоотношения между людьми. Сейчас нам всем больше приходится иметь дело с негативными проявлениями общественного порядка. Особенно все ужесточается или сдавливается или сжимается на финишной прямой проявления частот пятого измерения. Вы уже видите много сосудисто-сердечных заболеваний, потому что человек не выдерживает стрессируемость. И вот это, можно сказать, сжатие, по сути, последнее, которое мы сейчас с вами испытываем. И это сжатие в повсеместном сильном давлении будет и в следующем году. А вот уже во второй половине 2023 года будет значительное послабление давления или сжатия. И уже в 2024 году будет пространственно-временное расширение. Когда человечество сможет массово жить в расширении и давление, в том числе кровеносное, будет сбалансировано с нервной системой. Что уже сейчас многие души начинают практиковать в своей земной реализации, принимая и позволяя завершение всех трехмерных программ. Но если еще быть более внимательным и более точным, то эти два процесса идут как бы вместе. С одной стороны идет сжатие в социальных программах трехмерного измерения и с другой стороны расслабление тех, кто устремляется к свету. Одному, конечно, сложно выдержать подобное сжатие или сворачивание, но в группе этот процесс меминизируется в энерго- и психозатратах. Происходит катарсис через смех, через единство или слияние мыслеформ и чувственных состояний принятия и доверия. Но как вы понимаете, что это не может предложить сегодняшняя медицина. Но в недалеком будущем будет возможен новый подход к здоровью целостного человека. Это и его тонкая природа в слиянии с плотной. И это только пример. А представьте, как повсеместно изменится социальная жизнь. Она будет более сбалансированная. Что уже сейчас возможно творить в своем воображении, когда будет изобилие всего. В том числе и занятости. Человечество будет быстро переучиваться для новой жизни. И к этому необходимо быть готовым уже сейчас. Уже сегодня. Постепенно возможно осваивать профессии разной специализации. Интересоваться тем, что очень влечет. Внутренне. Вот к чему тянет внутренне. Что приносит радость. Что приносит вдохновение. Что бы это ни было. Доверьтесь себе. Ваша интуиция вас не подведет. Я о том, что не должно быть страха перед будущим. И перед тем, что у меня возраст. И что я никому не нужен. И в том числе, что я могу. Когда все так ушли вперед далеко. А я никак не продвигаюсь в своем развитии. Эти мысли должны быть трансформированы. И многим душам придется проявлять заботу. И выражать свою любовь. Как экзамен. И это будет партнерство. А не обременительное общение. Научитесь принимать. И быть благодарным. Тем более, что методы исцеления будут просто фантастическими. Я бы посоветовала дожить до этих фантастических времен. И фантастической реализации творчества человечества. И увидеть все своими глазами. Многое уйдет в небытие. И многое придет новое в нашу жизнь. Например, не будет трамваев и троллейбусов. Они и сейчас уже пережиток. Не будет поездов. Они будут как историческое доказательство. Как музейный экспонат. Соответственно, вокзалы будут использованы под совершенно другой транспорт. И он не будет наземным. Мы уходим в будхический план. И массово будем осваивать его. И этот новый транспорт будет очень похож на летающие тарелки. Которые быстро перемещаются в пространстве. И у меня возникает сразу вопрос. Как же мы не будем сталкиваться? Но и для этого будут приборы, предотвращающие столкновения. Предупреждающие пилота. Конечно, сегодня человечеству не хватает знаний биологии, физики, химии, этики, эстетики, математики, геометрии. И многих других, только не отдельно, каждая наука отдельно, а вместе, как единое знание. И очень забавно сегодня наблюдать, как курсовые сегодня студенты стараются купить. Такие недальновидные наши сегодняшние студенты. Это ведь личное будущее. Потихоньку пора изучать более глубокий мир взаимоотношений частиц, взаимоотношений, включая исследователя и программиста, становясь приемником и передатчиком. И если устремленности мало, то самое время переходить на глубокую интуицию, и этому тоже пора учиться. Могу сказать, что мне всегда нравилось учиться и применять эти знания в жизни. Все работает. Просто позвольте себе знать новый пятимерный мир. Позвольте подготовить вашему высшему Я новую образовательную программу в залах мудрости хотя бы в ночное время. Зачем терять время и болтаться без толку в астральных слоях четвертого измерения? И смотреть сны, страшилок и пугалок, когда впереди серьезное испытание новой профессиональной творческой реализации в новом мире. Я за то, чтобы не бояться будущего, а уже сегодня готовиться к нему и радоваться своими продвижениями и своим сдвигом. И уже сегодня возможно распакетирование своих кодов, раскрытие своих талантов, раскрытие своих возможностей и своих сверхвозможностей. Не скажу, что это не волнительно, очень волнительно. Узнайте себя нового, другого. И это очень часто утомляет эмоционально. Но ничего, учимся балансировать свои эмоции. Много раз говорилось, что эмоции как бензин пылают. Поэтому следует аккуратно с огнем или с мыслеформами. Если эмоции это вода или плазменная вода или чувства, то мысль это фахат, огонь. И уравновесить их не так-то просто, тем более без тренировки или обучения. Помогает всегда ваше Высшее Я. И ваши наставники и кураторы и недооценивать, и не благодарить их за это просто невежество. Учимся жить в содружестве и доверии с представителями тонких планов. И готовимся к новой жизни, к новым профессиям, уходя от старой жизни рабских программ. Если вы этого не делаете, то сами тормозите процесс эволюции всего человечества. И соответственно ваше противостояние выбросит вас в какое-то серьезное новое испытание. Где придется себя изучать и позволять себе больше. Это большая трата вашего времени и энергетических ресурсов. Поэтому можно более простой путь выбрать. Желать собственной мудрости. Или жить из собственной мудрости. Это касается и профессий, и творческой реализации. Потому что любой застой будет вас мучить и грызть. Пока вы не выйдете на новые потоки времени и пространства. Мы уже должны уметь объединять в себе полярности жизни. И обнулять их, поднимаясь по спирали в своем развитии. Написано это все на одном дыхании. Для всеобщего пользования и понимания. Если бы нужно было сделать вывод по старинке, то можно сказать. Я принимаю себя в новой реализации и в новом периоде собственной эволюции. Я позволяю себе активную реализацию свое творчество во все времена и во всех периодах в золотой сфере гармоничной событийности. Причина, по которой был создан этот ролик, это то, что у многих людей страх перед будущим. Страх, что вы не впишетесь в эти новые парадигмы. Но вам и не надо одному вписываться. Потому что вы будете обучаться. Будут уже много инопланетных технологий, которые будут настолько изменять внешний мир, внешнюю картину. Настолько быстро и вот настолько же быстро мы будем изменяться с вами изнутри. Поэтому любое противостояние тормозит ваше развитие. И наоборот, когда мы готовы встретить эту новую жизнь, происходит все значительно интереснее для всех нас. И жизнь уже не кажется такой стрессируемой и такой опасной или такой неизвестной. Наоборот, мы с радостью встречаем эту новую жизнь и также изменяемся под эту новую жизнь. Недавно с внуком смотрела научные фильмы про океан. И там очень много рыб приспосабливается к донной жизни, меняют цвет, окрас. И вот даже рыбы умеют в океане приспосабливаться к новой жизни. Неужели человек такое гениальное, такое могущественное, божественное создание не может влиться в эти новые потоки и соответствовать этой новой жизни. И достаточно сегодня просто желания жить в этом новом мире. Просто освободившись от старых программ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова